такой торт мы с вами будем готовить он готовится очень быстро и очень легко я сейчас порежу его и вы увидите насколько он мягкий смотрите какой мягкий и покажу как он выглядит разрезе ну вот смотрите какая красота получилась это очень вкусно крем на сгущенки и яичный бисквит из-за двух больших коржей поделили пополам получили 4 кожи и получился вот такой достойный тортик то же самое мы сможем и сделали из шоколадного торта вот я сейчас покажу и вот так вот он выглядит в разрезе вот так он выглядит разрезен я надеюсь вам понравится будете вместе с нами готовить вот смотрите какие два тортика мы сегодня приготовили поехали привет с вами домашняя кулинария когда очень срочно нужен торт мы прибегаем к нашему традиционному яичному бисквиту сегодня я приготовлю яичный бисквит с самым вкусным кремом из всех кремов который может быть и покажу какой торт я сегодня готовлю у меня одна порция одна порция это из четырех яиц 4 столовые ложки сахара и 4 столовые ложки муки вот это вот рецепт одной порции яичного бисквита сейчас я белки буду отделять от желтков я делила белки от желтков у меня вот миски 4 белка что я обязательно должна буду посолить и добавить сюда 4 столовые ложки сахара можно конечно взбивать не отделяя белки от желтков в таком случае надо будет взбивать чуть дольше обычно а так я быстро взбиваю белки потом по одному буду добавлять а теперь посмотрите какая масса у меня получилось вот такая вот шикарная вещь получается когда взбиваем планетарным миксером я очень довольна а теперь я сюда добавляю муку хочу отметить что я взбивала две порции то есть у меня здесь 8 яиц 8 ложек сахара половину вторую порцию я буду делать шоколадный теперь я добавляю 8 ложек муки 3 4 5 просею быстренько и еще 3 ложки я добавлю и вот так 8 ложек муки я вмешиваю нашу яичную сахарную смесь теперь мы не будем пользоваться уже миксером вот такими круговыми движениями снизу вверх вмешиваем муку наше тесто вот так я сейчас подготовлю тесто и мы будем выпекать у меня две порции два слоя будет шоколадных а два слоя ванильных вы можете конечно сделать одну порцию только ванильные можете тоже поделить пополам к вот я разделила надо на две части у меня было две порции порцию я пока откладываю а вот из одной порции сейчас мы будем выпекать два коржа который затем поделим пополам из одной порции из четырех есть получается вот два таких больших коржа вот я работаю на две противни под 1 и 2 коржи каждый кож будет выпекаться пять минут не больше может быть даже меньше смотрите по духовке до готовности из одной порции получается два больших вот таких коржа мы их потом будем делить пополам и получится у нас не маленький но четырехслойный очень вкусный торт я сейчас посылаю в духовку а из второй порции я буду делать шоколадные коржи я покажу как я и делаю но выпекать мы будем их отдельные готовить торт мы тоже будем отдельно ими что вы выпекаем коржи мы крем приготовить не успеем потому что коржи выпекаются очень быстро мы сначала закончим а потом будем готовить крем пока будут остывать коржи мы приготовим крема я покажу как я это делаю вторая порция я сюда добавляю одну ложку какао какао у меня очень качественно и одной ложки мне достаточно а теперь какао вмешиваю в тесто и получу еще два коржа но уже шоколадного цвета вы смотрите как вам удобно если вам удобно готовить две порции большой тот получится если нет то можно сделать из двух коржей поделить пополам торт получится чуть меньше размером ну будет такой же высокие и такой же вкусные сейчас я еще приготовлю 2 шоколадных коржа и покажу что у меня получилось вот таких бисквитных коржа у нас получилось вот они такие тонкие каждый корж из двух яиц получается так как одна порция из четырех яиц получается два коржа сейчас я оставлю их остынуть приготовим крем и будем собирать мы каждый корж делим пополам у нас получится торт он будет небольшой но из четырех коржей сейчас я приготовлю крем и покажу как мы собираем наш торт я хочу показать каких два шоколадных коржа у нас получилось и мы их точно так же как и с ванильным коржом будем делить пополам и также получим два тортика из четырех коржей будем смазывать кремом покажу что у нас получилось варят наши коржи мы приготовим крем вот у меня миски 200 грамм масла к маслу я добавляю одну банку сгущенного молока и буду взбивать готовится легко быстро и вообще весь торт готовится за 20-25 минут сейчас я быстро взбиваю крем и покажу что у меня получилось такой крем у нас получился здесь у меня две порции я сейчас разделю на две части и начнем оформлять наш торт делила пополам коржи у меня сейчас 4 коржа каждый вот 25 сантиметров вот 25 сантиметров на на 19 видимо было 20 я края отрезала и теперь каждый корж я вот так на обратной стороне буду смазывать кремом крем у нас уже готов а из обрезков я делаю крошки и покрою наш торт так 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такой ванильный и шоколадный торт у нас сегодня получился. Вот таких два торта мы сегодня с вами испекли. Этот рецепт очень подходит для тех, кто никогда не готовил бисквит или торты. Это очень простой рецепт получается. Очень вкусно. Надеюсь понравится. Будете вместе с нами готовить. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всегда с вами, всегда ваша домашняя кулинария. Пока! Продолжение следует...